Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу, ну что, спасибо вам огромное, вы сделали на видосе с первой частью буста ножа 500 лайков, вы просто охеренные, вы сделали это очень и очень быстро, 522 лайка, поэтому если вы хотите продолжение и смотреть как Чу будет бустить этого ножа, а я уже теперь точно буду пренепременно его бустить, обязательно ставьте и под этим видосом лайк, это будет показателем того, насколько вы хотите видеть контент за ножа на эссенсе, и будет показатель того, насколько хорошо или плохо я делаю свою работу, изначально дорогие друзья, я сюда вообще пошел играть на эссенс с одной только целью, пофаниться за ножик, посмотреть что, как будет, зачем, почему и кайфану я вообще или нет от ножа, в итоге я получаю удовольствие сейчас, но у меня со временем начали сейчас появляться кое-какие свои определенные цели, которые я хочу реализовать именно в этом ноже, Во-первых, я хочу, чтобы этот персонаж был в течение длительного времени мой мейн, потому что меня он сейчас как класс более чем устраивает, он интересный, он достаточно гибкий, он убивает, мне это действительно нравится, персонаж докачивается уже вот-вот, скоро станет 76 уровнем, И когда этот видос выйдет в интернет, мне остается докачать этому персонажу приблизительно 90% до 76 уровня, а прошло это, я напомню, всего лишь 6 дней, то есть всего лишь 6 дней мы топили до 75 уровня, И вот сейчас идет 7 день, когда я планирую взять таки этот 76 уровень, это будет 3 проф, мы будем вставлять татуировки и так далее, и дальше бустить своего персонажа, но в первую очередь, ребят, спасибо вам огромное, что вы действительно поддерживаете и смотрите этот контент Вы спросите меня, Илья, какую ты цель сейчас нашел? Ну, во-первых, мой персонаж сейчас будет качаться уровня до 80-го, как минимум, без какого-либо тага, то есть то, что вы видите сейчас какой-либо клан на моем персонаже, это совсем не показатель того, что я к какой-то стороне там примкнул, нет, наоборот, это клан из двух человек, там где я и мой старый персонаж ДК, все. Я не знаю, я еще не выбрал какую-либо сторону в этом бигваре, который есть сейчас на Скарлетте, но когда я качаюсь до 80-го уровня, я скорее всего вступлю либо в тот, либо в другой сайт, все это дело вы сможете видеть на трансляциях, видосах и так далее, если есть какие-то рекомендации по сайду, куда идти, куда не идти, какая игра будет интереснее, какая игра будет менее интереснее, обо всем об этом вы можете написать в комментариях. Ну и, конечно же, бустим ножико дальше, огромные планы на него, я надеюсь, что мы сможем нормально, красиво олимпиадить, я надеюсь, что скоро мы сможем вам показывать интересный пвп-контент, поэтому подписался на канал, поставил лайк и смотришь вторую часть буста с моими комментариями, погнали! Итак, первое, что я хочу сказать по поводу второго ролика, в первом ролике мне дико везло, а во втором ролике мне прям дико не везло, прям максимально, насколько это возможно, я вставлял ЛСы в Сигиль и мне прям совсем не прокло, единственное, что более-менее прокнуло, это плюс 1500 хп и плюс 650, по-моему, СП, ЦП точнее. И знаете, что самое интересное? Я его убрал, я дурачок такой, не подумал и не понял, что это достаточно неплохой прок. После этого мне вставали в этот самый Сигиль, тоже достаточно интересные статы, такие как ЛФК, такие как плюс МДР, плюс к интеллекту, но не было ни СТР, не было ни 2000 хп, не было там каких-то хороших, сверх крутых показателей, и я даже близко не приблизился к 1500 хп с этих самых ЛСов. Я не знаю, каким образом люди ловят 4000 хп в Сигиль, как по мне, ну или в щит имеется ввиду, как по мне, это просто, ну, невозможно. Сейчас видите МДР прокает, то есть фиолетовых проков хороших, буквально друг за дружкой, можно словить достаточно много, но не заходит мне, я не знаю, я потратил на вставление этих самых ЛСов, ну, порядка, наверное, 5-7, может быть, 10 тысяч, то есть убито действительно достаточно много денег, а результат, результат достаточно херовый. Сейчас вы увидите все это дело про точку, сейчас вы увидите, как все это дело вставлялось, и что самое интересное, можете ставить это на паузу, потому что, ну, я немножко все это ускорил, иначе занимало бы это часы и часы и часы времени, потому что общая заточка, общее количество времени, там, тех же самых камней, сколько я их делал, ну, оно прям очень-очень большое. И да, я решил вставлять эти ЛСы по одной самой простой причине, сейчас идет акция, и я понимаю, что если я сейчас хоть какой-то ЛС в этот сигиль не поймаю, то я останусь вообще прям совсем-таки с жопой. Вообще, в идеале, я хотел словить СТР плюс ХП, либо я хотел словить плюс 2, плюс 3000 ХП. Как видите, у меня этого не получилось. В итоге, у меня на данный момент стоит сигиль на плюс 1250 ХП, и, если я ничего не путаю, МДФ. То есть, 50, да, плюс 50 МДФ, то есть, это достаточно неплохой показатель, и я решил его оставить. Дальше я решил делать все очень просто, я купил 180 коробок с камнями и начал их синтезировать. И, боже, вся моя удача, которая была вместе со мной в первой части этого ролика, отвернулась от меня именно в тот самый момент, когда Чу начал делать камни. Это долгое, это муторное, и вы, наверное, до сих пор помните, как я 3 или 4 тысячи этих камней делал на ХАТОСе. Сейчас всего лишь 180, да, но это все без какой-либо поддержки, без какого-либо доната. Лунные камни, я начал именно с них, потому что, когда я делал эти лунные камни на ДК, он буквально моментально у меня залетел на 4. Я подумал, что, ага, может быть, и здесь ситуация повторится, угу, хрен бы там. Смотрите, что происходит, достаточно много первых камней, вторых, вторые камни достаточно неплохо заходили на третий, то есть, ну, я бы не стал, что прям вообще все украшивалось. Но я так и не смог сделать четвертый камень лунный, это большой-большой вообще минус, то есть, без лунного камня четвертого, вы даже сейчас видите, как я негодую, ну, достаточно херово качаться, это достаточно хороший буст для Экспы. Дальше я перешел на опалы, с опалом мне очень сильно повезло на ДКшке, и, что самое интересное, не исключение, судя по всему, и этот перс, сейчас вы увидите почему. Вообще, на моего ножика я планирую сделать как можно выше уровень коралла, потому что, ну, это достаточно прикольный камень именно для ножа, и сейчас вы видите, что я начал поочередно тыкать опалы вместе с кораллами. Ну, и один из самых крутых камней, это такой желтенький с полосочкой, я не помню, как он называется, но который дает крит урон. Почему-то именно вот тот самый камень с крит уроном, в большинстве случаев, когда ты открываешь коробки, просто оттуда не падает. Что-то либо подкручено, либо я не знаю. Хотя все шансы, вроде как, должны быть, ну, прям 50-50. Циркон, да, этот камень называется, циркон мне наиболее интересен. После этого я начал делать кораллы, то есть кораллы, 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 все отлично. Я сразу же заспойлерю, я сделал себе четвертый камень опал, это очень хорошо, мне прям дико зашло, мне это понравилось, и я остался в итоге счастлив именно с опалом. С ониксами большая беда. Есть на L2 централе вообще такая табличка со всеми этими шансами, но я кардинально в них не верю, ну, прям совсем кардинально. То есть ониксов обычно падает с коробок, ну, критически мало. Ониксы отвечают за урон с осками. И как бы, извините, они не заходят, товарищи разработчики, они просто не заходят. Че б ты не делал, че б ты не пытался делать, они просто категорично не хотят заходить. Я не знаю, у кого-то, может быть, там есть пятый оникс, у кого-то, может быть, есть шестой оникс, но я просто-напросто как-то, ну, не верится в это существование подобных камней, потому что, ну, я их протыкал нереально много. Хватит, Илья, просто, ну, хватит делать именно эти самые ониксы. Дальше я перешел к цирконам и думаю, сейчас сделаем третий, и будет, в принципе, замечательно. То есть, ну, я понимаю, что по статистике, да, и хотя бы сделать третий, это уже неплохо. Угу. Че вы думаете произошло? Вторые камни, смотрите, понеслись, 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 понеслись. И нихера просто! Я с этого огромного количества коробок не смог даже третий циркон сделать. Сгорел на этом моменте я, конечно же, люто. Дальше я начал делать шпинель, и шпинель, на самом деле, для ножика достаточно интересный камушек именно для прокачки. То есть, он дает мано-реген и плюс дополнительно все статы. Хороший камушек, но я надеялся, что я его сделаю четвертым. Угу. Надеялся. Опять, удача отвернулась от меня и на этом моменте. Я понял, что, ну, че-то идет как-то не так. Шпинель в итоге у меня стала, насколько я помню, третья, потому что я отдельно озвучиваю этот ролик относительно картинки. Ну, вы, наверное, понимаете, почему это так делается. В итоге у меня шпинель осталась вторая, и я в полностью расстроенных чувствах решил, на этом хватит, на этом хватит с камнями, и решил уйти на небольшую такую паузу, разобрать свой эквип, разобрать свой шмот и скинуть все, что мне не нужно. Потому что, ну, просто жесть. Дальше я перешел к янтарям, самый один из моих ненавистных камней, потому что это говнище всегда, ну, у меня, по крайней мере, почему-то залетало на четыре. И че вы думаете, даже гребаный янтарь не зашел на четыре, то есть, ну, это просто жесть. Я не знаю, что с камнями, я не знаю, кто там говорит, что чук что-то опять подкрутили, да нихера че не подкрутили, видимо, подкрутили талика Дэна, а гребаные камни, сказали, ну, разоришься на них, как бы. Дальше я купил талики Евы, потому что, ну, я проседаю по мане очень и очень люто, посмотрите на это серьезное лицо, это вот примерно в таком состоянии чу, где-то ближе к шести утра уже что-то точит. И с талисманами Евы просто беда, я их тоже ненавижу точить, если талик Дэна более-менее заходит еще там на три, четыре, пять, то тот же самый талик Евы, ну, он просто крашится буквально сразу. То есть, по ощущениям талик Евы точить это примерно то же самое, что делать пояса дракона. Шансы прям крайне херовые, если я сделаю там третий, четвертый, то это уже достаточно неплохо. Как видите, сейчас на ролике заточка идет, заточка идет и, как бы, ну, результаты достаточно неплохие. Я сделал в этом моменте себе третий талик Евы. Дальше я докупил еще таликов Евы, потому что я решил, что на этом останавливаться как-то, ну, прям крайне беспонтово. И решил, окей, раз пошло, давайте сделаем, постараемся сделать четвертый талик Евы. Я докупал, точил, докупал, точил, докупал, точил. Результат достаточно неплохой, сейчас вы сами все увидите. В целом, по бусту, это почти что все, но по ходу ролика я сейчас еще внесу некоторые комментарии, по причине того, что хотелось бы рассказать о планах. Я хочу докупить сейчас анаким камень от восьмого, то есть, ну, восьмой, девятый, десятый. Но по бабкам пока что, ну, совершенно не увожу, потому что что-то там просят за него от шести до восьми коробок. Это достаточно высокая цена, это, считайте, шесть-восемь тысяч за один ЛС, точнее, за один СА. Зачем этот анаким нужен? Анаким при использовании умения будет восстанавливать ману. И ножик, по факту, сейчас качается почти что как тот же самый маг, потому что он качается не автоатакой, он качается на скиллах. Регена маны мне не хватает, что бы я ни пытался, как бы я ни пытался бустить. У меня не получалось поднять реген маны до тех самых уровней, которые хочется. В итоге я прихожу к тому, что мне, видимо, придется делать два ножа. Один делать ПВЕшный, один делать ПВПшный. Как-то так. Потому что, ну, других вариантов я попросту не вижу. Какой это будет нож, увидите на стримах, увидите в дальнейших видосах, потому что все только начинается. Буст этого ножа только-только запустился, скажем так, и я постараюсь сделать в ближайшее время как можно более забущенного чара. Основная проблема это экспо. Я сейчас почти что качался до 76 уровня, и это прям самая-самая большая проблема. Нужно как можно быстрее делать 80, чтобы были скиллы там и так далее, и чтобы, по мне, не настолько сильно били. По камням я в ближайшее время тоже планирую что-нибудь сделать. Акция будет идти до 28 числа, то есть у Ильи есть 8 дней, чтобы на стримах заработать более-менее денег и вкинуть их в камни. То есть основные сейчас сборы, которые будут идти на тех же самых трансляциях, это все в буст персонажа. В планах сделать все фулл четвертые камни и по камням на этом остановиться. В планах сделать второй ножик, не знаю каким образом, не знаю как я все это дело буду делать, но у меня валяется сейчас вторая нага. То есть я приобрел вторую нагу, и либо я буду ее точить, и вы это увидите в следующем ролике, либо я ее оставлю ПВЕшной, и насколько она зайдет, настолько она и зайдет. Но также мне нужен тот же самый Анаким. Анаким это очень дорого, мне снова нужно будет покупать от Дала. Надо вставлять в основной нож еще второе СА, и как бы блин, это прям по сути все, что я сейчас называю, это где-то встанет рублей в 50. Верхний с молнией, конечно, тоже хотелось бы, но я пока прям не спешу. Ну и по бижутерии, мне нужно будет в ближайшее время тоже заморачиваться, потому что я бегаю с Сэшной бижей плюс шестой, и это настолько ущербно. Меня маги просто и те же самые ППшки Биши просто, ну, прям капитально шотают. Меня это дичайше, прям, прям дичайше раздражает. Я совсем ничего не могу сделать. Бижу надо апать. Я прекрасно понимаю, что там раздобыть 150-200 тысяч сейчас на ту же самую Эпик Бижу, ну, совсем без вариантов, поэтому я планирую сделать себе хотя бы те же самые Долины Дракона и Стои. Как бы других вариков я реально не вижу. И вот у меня талик Евы зашел на 4. Я счастлив, и талисман Евы было точить в ближайшее время, я не планирую. Я докупил еще совершенно небольшое количество камней и решил добивать все-таки эти камни. То есть, ну, потому что я прекрасно понимал, что тот же самый Циркон мне, ну, прям очень сильно нужен. Я начал докупать более-менее по одному, по два, по три этих самых камушка, и сейчас вы увидите, что с этим получилось. Ребят, на этом комментарий к этому ролику я решил оставить. Спасибо вам огромное всем за просмотры. Навалите на этот видос как можно больше лайков, тогда выход подобных роликов будет ускоряться, потому что это, во-первых, мотивирует очень сильно. Я вижу, что это кому-то интересно. Я вижу, что эта информация действительно и подобные ролики людям нужны. И это мотивирует меня как с точки зрения развития моего канала, так и вообще с эмоциональной позицией. Буду вам благодарен. Всем до новых встреч. С вами был я, МастерЧу. Не забудьте поставить лайк. Ну, и, конечно же, можете писать свои комменты. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok